Всем привет! Сегодня двадцать шестое октября, сегодня понедельник. Вчера к нам в гости заходил мой друг. И перед тем, как он уходил, он сказал одну интересную пословицу. Пословица такая «Скупой платит дважды». Я подумала, что это довольно интересная пословица и решила рассказать сегодня вам об этой пословице и почему мой друг так сказал. Пословица состоит из трёх слов. Скупой платит дважды. Что обозначает слово «скупой»? Первое слово. Кто такой скупой человек? Скупой человек – это тот человек, который не хочет ничего покупать, не хочет тратить деньги. Есть синоним слова «скупой» – это жадный. Жадный человек, скупой человек. Иногда говорят экономный человек. Но экономный человек – это, скорее, положительное качество, это плюс. Тогда как скупой человек, жадный человек – это негативные качества. Интересно, что когда я думала об этом слове, я вспомнила глагол, естественно, глагол «покупать» – это человек, который не хочет ничего покупать, а также глагол «скупать», который имеет противоположное значение. «Скупать» – это значит покупать всё. Это значит идти в магазин и покупать всё, что ты видишь. Или, например, сейчас во время коронавируса, во время самоизоляции, в магазинах, в супермаркетах скупили всю туалетную бумагу. Больше нет туалетной бумаги на прилавках магазина. Всю бумагу купили или скупили. Итак, немного странно, но эти два слова «скупой» прилагательное и «скупать» – глагол имеют абсолютно разные значения. Итак, это было первое слово-пословица «скупой», «скупой человек», «жадный человек». Второе слово-пословица «платит». Ну, это довольно лёгкий глагол, глагол «платить». Вы уже знаете глагол «платить», потому что это простой глагол, его знают даже начинающие студенты. Но у него интересная форма в первом лице настоящего времени. Я плачу. Что обозначает «я плачу»? Значит, я достаю кошелёк и отдаю деньги, да? Есть глагол «оплатить», я оплачиваю счёт в ресторане или я заплатила за квартиру. Платить, заплатить, оплатить. Но интересно именно «плачу», «я плачу», потому что если вы поменяете ударение, то он превратится в другой глагол. Я плачу. И это совсем другое значение. Два разных глагола. Я плачу, я плачу. Разница только в ударении. Итак, например, я иду в магазин, покупаю платье, плачу за это платье продавцу, отдаю ему деньги. Потом я возвращаюсь домой, понимая, что это платье было очень дорогим. Какое дорогое платье? И я плачу, потому что у меня больше нет денег, да? Или просто «когда мне грустно, я плачу». Итак, не путайте два глагола «я плачу» и «я плачу». Но вообще формы у глагола «платить» простые. «Я плачу», «ты платишь», «он платит», «мы платим», «вы платите», «они платят». Итак, это был второй элемент этой пословицы, второе слово. И последнее слово «дважды». Слово «дважды». Что значит слово «дважды»? Слово «дважды» обозначает два раза. Можно сказать, я была в Санкт-Петербурге дважды. Это значит, я была в Санкт-Петербурге два раза. Есть похожие слова «однажды» и «трижды». «Трижды» имеет такое же значение, как и «дважды», только обозначать три раза. Например, я была в Париже трижды. Я была в Париже три раза. Ещё мы используем слово «трижды», «дважды». Когда говорим о математике, можно сказать «дважды два» – четыре. «Трижды три» – девять. Это обозначает умножение. Три умножить на три равно девять. «Трижды три» – девять. Слово «однажды» имеет чуть-чуть другое значение. Обозначает не один раз, а это обозначает в один прекрасный день. Когда-нибудь. Однажды, когда я поеду в Америку, я увижу статую свободы, например. Или часто сказки, русские сказки начинаются со слова «однажды». «Однажды» в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жили-были. Или просто «однажды жили-были» – это значит раньше, в какой-то момент, когда-то, неопределённое время. А теперь давайте поговорим, почему мой друг сказал «Скупой платит дважды». Почему он использовал эту пословицу? Вадим, наш друг, приехал к нам в гости по делу. Можно сказать, заехал к нам по делу. Заехал, потому что он не планировал оставаться долго. Он, припарковав машину около нашего дома, заплатил за парковку, рассчитывая пробыть у нас полчаса. Заплатил за парковку за полчаса. Но потом мы разговорились, и время пролетело незаметно. Эти полчаса пролетели очень быстро. В какой-то момент наш друг посмотрел в окно и увидел, что ему выписывают штраф. Он хотел выйти и возразить, но в Англии очень быстро выписывают штрафы, и он не успел. Поэтому ему пришлось заплатить, ему придётся заплатить штраф. Вадим расстроился, что заплатил за полчаса, а не за час парковки, и сказал «Скупой платит дважды. Теперь ему придётся платить штраф». С вами бывали такие неприятные ситуации? Бывали такие случаи, когда вы хотели купить что-то дешевле, не хотели тратить много денег, а потом покупали эту вещь второй раз, потому что дешёвые вещи обычно быстро ломаются. Пишите в комментариях ваши истории. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!